Я превращаюсь в такую замученную, уставшую, вечно недовольную, агрессивную женщину. Этот год я посвящу себе. Прошла в начале года марафон по устройству дома, по тому, как убирать, чтобы стать хорошей хозяйкой, чтобы у меня всегда везде было все чистенько, вкусно приготовлено. Там кто-то кому-то изменил, там любовь не удалась, неудачная любовь. Стало, что я хочу 60 книг за год прочитать. Всем привет, меня зовут Настя, я филолог и репетитор по скорочтению. Но сегодня мы коснемся немного другой темы, хотя это уточнение тоже важно. Вообще я села и проанализировала весь свой предыдущий год, 2023, и поняла одну очень важную вещь, что я весь год выбирала все, что угодно и делала фокус своего внимания на всем, кроме себя, любимой и одной единственной. Вообще стоит уточнить, почему так важно, что я репетитор по скорочтению и филолог. Филолог я, да, филолог, но с еще не оконченным высшим образованием, я учусь на заочке и репетитор по скорочтению, то есть я веду онлайн занятия у детей. Помимо этого я жена и мама двух прелестных девочек, одной три года, второй пять месяцев. Я думаю, что у кого есть дети или кто вообще видел, взаимодействовал с маленькими детьми, они понимают, сколько времени и сил они вообще забирают. Так вот, прошлый год начался с того, что я вышла на заочку, и первые полгода у меня были посвящены полностью моему образованию, обучению. Сначала я закрывала сессию, потом нам задали очень много заданий, нужно было прочитать большой список литературы, а поскольку литература это действительно моя любовь, то я очень ответственно к этому отнеслась, и поэтому помимо ухода за тогда еще двухлеткой, помимо того, что у нас был ремонт в квартире, в которой я сейчас снимаю видео, я еще и активно делала все домашние задания, и старалась активно снимать на этот канал литературные видео, которые, кстати, сейчас довольно-таки хорошо продвигаются, и я думаю, кому-то приносят пользу. Хотя разборы произведений, как для школьников, я поняла, что это не совсем моя тема, хотя мне это очень нравится делать, и я до сих пор, когда читаю произведения, выписываю себе этот краткий пересказ, делаю анализ, потому что это интересно мне. Но я думаю, что на YouTube это очень энергозатратно, и я этого делать больше не буду. Поэтому, если кто-то подписывался за такими разборами, я думаю, что вы можете смело уже отписаться, ну или остаться со мной, посмотреть вообще, что пойдет с этим каналом дальше. Об этом я немного дальше еще хотела поговорить, кстати. Так вот, если первая половина года была посвящена этому, то потом несложно посчитать, но в июле у меня родилась вторая дочка, и поэтому вторая половина года у меня была занята практически полностью ей, потому что она была очень маленькая, плюс переезд в новую квартиру. Я закончила уже, можно так сказать, несколько курсов по кулинарии, прошла в начале года марафон по устройству дома, по тому, как убирать, чтобы стать хорошей хозяйкой, чтобы у меня всегда везде было все чистенько, вкусно приготовлено. И вот я села писать итоги года и поняла, что в принципе-то год прошел неплохо, и очень много таких каких-то хороших моментов, больших, положительных произошло. Но я вспомнила, я решила повспоминать, что я сделала для себя за последний год. И поняла, что вот именно для себя, для себя я сделала катастрофически мало, если не сказать ничего. Потому что я начала вспоминать, когда я последний раз красилась, и это было полтора года назад. Когда я последний раз занималась спортом, чтобы мне это нравилось, это было два года назад. Когда я, не знаю, там, что-то занималась каким-то своим хобби, то это тоже было очень-очень давно. И даже чтение книг, которое обычно у меня вызывало какую-то радость, то, что мне нравилось, это было мое хобби, помимо того, что это мне требовалось для учебы, я поняла, что сейчас это перешло в то, что вот список, нужно срочно прочитать, нужно все законспектировать, нужно снять видео потом по этому. И я поняла, что даже YouTube, который был изначально моим хобби, тоже стал превращаться в то, что нужно что-то снять, нужно что-то сделать. Я начала искать новую тематику, чтобы развиваться как-то в этом. И поняла, что мне подкинули идею о чувствах на страницах. Кто-то, может, видел эти ролики, когда я пыталась найти какую-то психологическую проблему в произведении и ее разобрать. Но мне эта тема, если честно, оказалась не очень близка, потому что все время одна и та же проблема в литературе. Кто-то кому-то изменил, любовь не удалась, неудачная любовь, опять кто-то кому-то изменил. Либо социальные темы. Но поскольку мы знаем, что социальные темы навряд ли будут сильно заходить и копаться в них там, тем более классика, это дореволюционная у нас литература, которую я снимала именно, то это будет очень, скажем так, мне кажется, не очень актуально будет. И поэтому никто это не будет смотреть. А копаться каждый раз, кто кому изменил, мне самой уже, если честно, к третьему ролику поднадоело. И я даже начинала снимать несколько раз еще один ролик, и у меня не получается. Я сажусь, и я не знаю, о чем мне говорить. Поэтому я поняла, что эта тема не моя тема. Может быть, она хорошая, может быть, она кому-то интересная, может быть, она кому-то нравилась. Но мне на эту тему снимать не нравится. Поэтому я думаю, что я от нее откажусь. Или, может быть, как-то переделаю в другой формат, более близкий мне. И я понимаю, что и на YouTube я, получается, ничего снимать уже не хочу. Разборы, я переросла их. Вот эту тему не докрутила, не понимая, что снимать. И я даже замкнулась в себе, даже думала, что мне снимать на YouTube канал. Потому что изначально он планировался как чисто литературный канал. И тут я поняла, наткнулась на ролик один, и там блогер, девушка говорила, у нее больше двух миллионов подписчиков. И ей там задавали вопрос-ответ, и там был такой вопрос, что вы посоветуете начинающим блогерам? И она сказала, не бойтесь менять тематику. И вот на самом деле я поняла, что эта фраза была прям для меня, потому что я начинающий блогер, чуть больше тысячи подписчиков. Это не так уж и много в рамках YouTube. И я поняла, что, да, наверное, я всем сердцем люблю литературу, я хочу ее оставить на этом канале в какой-то части. Но в большей части я хочу добавлять другие тематики, другие ролики. Потому что моя жизнь меняется, и когда я открывала этот канал, я сидела в декрете, у меня был всего лишь один ребенок, и было очень много свободного времени. Сейчас у меня этого свободного времени не так много. И на самом деле, когда я поняла, что я хочу что-то другое, я в первый раз открыла книгу и начала читать с удовольствием, потому что поняла, что мне наконец-таки не нужно вот из себя что-то вытавливать, и не нужно будет что-то сделать сверх того, что я вот сейчас не хочу делать. И на этом не все. На самом деле я решила, что этот год я посвящу себе, гармонии с собой, потому что, как я уже сказала, весь прошлый год я отказывалась себе в каких-то маленьких удовольствиях. И распределила то, что я хочу вообще сделать в этом году на три составляющих. Ну, как известно, дух, душа и тело. Если начать с последнего, с тела, то после беременности я набрала несколько лишних килограмм, и никак не могу от них избавиться. На самом деле, чтобы избавиться от лишних килограмм, нужно не так уж и много. Нужно сесть на правильное чистое питание, без сахара, без муки, исключить неполезные вещи, питаться в минус калорий и заниматься физической активностью. Казалось бы, очень просто, но нужно себя заставить. И вот я уже сегодня сделала первую тренировку, села на правильное питание. Сегодня у нас 5 января. До этого я доедала салат, и мои ныне не могла себе отказать в том, чтобы просто все повыбрасывать, потому что я очень много приготовила. Но, наконец-таки, я взялась за себя и уже сегодня отказалась от всех конфет, которых в нашем доме еще очень и очень много. И завтра еще прибавится, потому что завтра праздник Рождества. Так вот, отказалась от питания, отказалась от сладкого, начала тренироваться, слежу за калориями. Кстати, подписывайтесь на мой Телеграм, я там буду немного освещать эту тему похудения. Я думаю, что на Ютуб она выноситься точно не будет. Это что я хочу сделать со своим телом. Естественно, хочется привести свою кожу в порядок, там всякие масочки, массажики поделать себе, что-то такое, посвятить время себе, потому что я понимаю, что мне не нравится то, как я сейчас выгляжу в зеркале. Я нашла свои старые фотки, свои коллажи, и я понимаю, что вот это то, как я хочу выглядеть, сфоткалась сейчас, как я выгляжу, понимаю, что это совсем далеко, и мне нужно пару месяцев, наверное, чтобы прийти в мою идеальную, хорошую форму. Душа. Для своей души, как я уже сказала, я хочу больше внедрить хобби в свою жизнь. Это книги, которые я хочу прочитать по количеству. Я написала, что я хочу 60 книг за год прочитать. Я хочу связать две вещи, потому что я безумно люблю вязать крючком, меня это успокаивает, но у меня все время не находится для этого времени, и решила уделять время для этого, чтобы я успела связать две вещи, топ и юбку. У меня куплены мастер-классы, мне осталось только сесть просто и воплотить это в жизнь. Помимо этого, естественно, к душе относится YouTube, One Love, мой YouTube, и я хочу снимать это видео. Я буду искать, наверное, свой формат в течение этого года, и буду пробовать разные форматы, разные варианты. Вот сейчас я разговариваю с вами с кружечкой кофе, хочу снять что-то литературное, попробовать какой-нибудь снять влог. Скоро у меня опять зимняя сессия, возможно, что-то с сессией связанное сниму вам. Ну, что-то такое. Ну, это будет год поисков, поисков своей темы, своей аудитории, и я думаю, что это тоже, если делать для души, то оно откликнется. И для духа я человек верующий, поэтому я поставила не самые сложные себе цели, это прочитать всю Библию за год, молиться и активно заниматься служением, потому что в церкви у меня есть свое служение. Оно, кстати, связано с YouTube, просто с церковным каналом. И меня попросили заняться еще одним служением, собирать девочек, с ними общаться, и я думаю, что я возьму это служение на себя, и поэтому мне нужно в него тоже вникнуть, погрузиться, чтобы делать дело достойно, а не абы как. В принципе, на этом, наверное, все. Итогов года не будет. На самом деле, как я уже говорила, год был предыдущий неплохим, но я поняла, что я потеряла себя, я поняла, что очень много моей энергии уходит на дом, на семью, на учебу, на работу, на работу, и очень мало остается на себя, я превращаюсь в такую замученную, уставшую, вечно недовольную, агрессивную женщину, хотя мне 23 года, я могу быть еще красивой, легкой девушкой, пускай с двумя маленькими детьми. Так что в комментариях напишите, как у вас прошел год, какие планы вы себе поставили на следующий год. Я заметила, на самом деле, что среди моих знакомых очень много, кто выставляет планы и пишет, что я хочу там вырасти в доходах в два раза. Кто-то проводит стратегические сессии, чтобы написать бизнес-план на весь год. Кто-то там миллионером становится, кто-то просто блоги открывает, чтобы зарабатывать больше. Кто-то хочет закрыть кредитки, взять ипотеку, еще что-то. Ну, то есть какие-то такие больше финансовые цели ставят. А у меня как-то все по-простому, просто чтобы чувствовать себя более-менее хорошо, выглядеть хорошо и вообще прийти в гармонию с собой. Напишите, на что направлен будет ваш год, в чем будет его фокус. На этом у меня сегодня все. Подписывайтесь на канал, следите за тем, что превратится из него, если вам интересно. На этом у меня сегодня все. Всем пока-пока.